23 стих 10 главы Или я не то Евангелие открыл? Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Мы, наверное, рассуждали над этим стихом, да? Да? Я только вот что хочу добавить к тому, о чем мы говорили. Что когда Христос говорил и изъяснял Писание, и говорил о последнем времени, что-то, наверное, эхо очень сильно раздается, почти пустой зал, наверное, поэтому, то он напомнил именно о тех трудностях, о тех скорбях, которые будут в последнее время. Для того, чтобы вам было понятно, как это увязать с тем временем, когда Христос говорил, вот весь промежуток времени, начиная с Голгофской жертвы Иисуса Христа и с его воскресенья, и до пришествия Христа Второго, вот этот отрезок времени называется последним временем. Вы уловили вот эту деталь? Мы обычно, когда говорим в последнее время, то мы, как правило, обращаем внимание на наши дни, когда мы живем уже перед самым предшествием Иисуса Христа. И вот это недопонимание порождает различные вопросы. Так вот, отрезок времени, две тысячи лет, начиная со смерти Христа и кончая его воскресеньем, а, наверное, правильнее будет еще всего воскресенье, это есть последнее время. И поэтому надо отличать термин последние дни последнего времени. Поэтому мы живем уже в последние дни последнего времени. И потому некоторые вещи, которые Христос говорил тогда, они относятся к нашему времени. И потом нам иногда непонятно. Некоторые проповедники говорят так, когда проповедуют о том, что скоро предшествие Господа, то они говорят так, вы говорят, не пугайте людей. Вот Иоанн и то ошибался, когда писал, что дети, последнее время, и вы знаете, появится Антихрист, и уже появилось много Антихристов. Смотрите, говорят, тогда говорил последнее время, а мы еще живем. Иоанн не ошибался, мы ошибаемся, не имея здравого понятия, что такое последнее время, что значит этот термин. И тогда было последнее время, это были первые дни последнего времени. А теперь последние дни последнего времени. Ведь время состоит из дней. И когда Христос говорил эти слова, когда же будут предавать вас, не забудьте, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить о вас, преда же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы вщеми за имя мое, претерпившись до конца спасется. И вот в связи с этим выражением, когда же вас будут гнать? Вы знаете, что именно вот эти слова, что вщеми будете ненавидимы, относятся к последнему времени, или к последним дням последнего времени. Если раньше были времена, где-то там в Риме было гонение сильное, то в других государствах на этот вопрос обращали очень мало внимания. Было в нашей стране гонение 70 лет, по сути дела, то в других странах была полная свобода. И еще никогда не было, чтобы христиане были гонимы вщеми. А вот в последнее время это будет. Будете ненавидимы вщеми. И почему Христос так говорил? Он говорил о последних днях времени. Вы знаете, что означают слова Иисуса Христа? Что когда будут гнать в одном городе, бегите в другой. Истину говорю вам. Не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Он говорил о последних днях, последнего времени. Когда увидите сбывающимся то, о чем написано, 26 глава Иоанна Лея от Матфея, мы об этом будем говорить. Тогда говорит, знаете, что в последнее время. И просто будете спасаться бегством. И не думайте, что будете очень много бегать. Это будет короткое время. Не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Вы поняли, почему так написано? Но сколько там, если бы это было 2000 лет, об этом Христос говорил, что 2000 лет, то, конечно, успели бы обойти все города. Но здесь короткое время. И когда будет невидимо всеми, тогда знайте, особенно не пугайте, что то так. На это ответено довольно короткое время. И вот терпением вашим спасайте души ваши. Сегодня можно эмигрировать, да? И многие убегают. Сегодня можем найти где-то защиту в каких-то высших инстанциях нашей государственной власти. Если в одном месте сегодня, то в другом возьмут, да и слово закинут. И скажут, что вы не то делаете. От всего остается, нет всего, но где-то можно найти защиту. А вот в последнее время ее не будет. Единственным способом спастись, это будет претерпеть все. Ретерпением вашим спасайте души ваши. И 13 глава Откровения Иоанна, когда говорит об этом жвере, она то же самое говорит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Помните такое местописание? Кто убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь что? Терпение и вера святых. Вот и все. Других способов защиты не будет. И потому вот, когда Христос говорил, в то древнее время, где-то почти 2000 лет назад, он говорил о последних днях этого времени. Если я не совсем ответил на ваш вопрос, пожалуйста, задайте дополнительный. Потому что, а? Но это же другой вопрос. Зимой очень трудно убегать. И помните, горы беременным, битаж все сами в те дни. Попробуйте с маленьким ребенком на руках убегать куда-то. Или зимой убегать. Или вот в субботу. А в субботу же евреи придерживали закона. И когда Христос говорил эти слова, он еще сам был под законом Моисеевым. Я еще раз вам повторяю, что то, что мы читаем в Евангелии, это время Ветхого Завета. Это просто от того, что мы называем Новый Завет. То нам кажется, что это и есть Новый Завет. Но в самом деле это были последние времена Ветхого Завета. И сам Христос жил во время Ветхого Завета. Он исполнял закон Моисеев. Он обязан был не есть свинины, как в то время было евреем, предписано законом Господним. И он и говорил к ним. А в субботу, знаете что, в субботу нельзя было очень долго идти, было определенное расстояние. А убегать как, если ты ограничен расстояние? Ну как убегать тогда? Вот он говорит, молитесь, чтобы это было не было зимой. Зимой очень трудно убегать. Чтобы не были беременны с маленькими, значит, детками на руках. Потому что трудно будет убегать. Он просто говорил о том, чтобы были готовы к трудному времени. Вы знаете, что когда человек готовится к трудностям, и они приходят, их легче переносить. Он готов к этому. Но когда ему нарисовали радужные картины, и вдруг приходят скорби, он не готов к этому. Ему вдвойне труднее переживать трудности. Потому что Иисус никогда не говорил, что у вас не будет проблем на земле. Он сказал, у мира будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. И разница между христианами и людьми неверующими не заключается в том, что они скорби не будут иметь. Они просто-напросто будут иметь во время трудную поддержку от Бога. А другие не будут. Вот и все. А скорби, переживания были, есть и будут. И я уже говорил вам, почему. Потому что Священное Писание терпения, оно ставит на первое место. Я уже проповедь говорил, если вы помните немножко на эту тему. Вот возьмите вы любовь, совокупность совершенства. Вы помните, какое первое качество? Послание к коринфянам. Любовь, что делает первое, что написано. Долго терпит. А уже дальше все остальное. Она не завидует, не бесчинствует и так далее, и так далее. Целый букет. Но вначале стоит долго терпит. И если бы Бог в своей любви не имел долго терпения, то многие из нас уже на земле не существовали бы. Если мы вспомним, что мы делали, если понимаем, что стоит только помыслить неправильно, и тоже Бог огорчается, а мы же не только мыслили, делали неизвестно что. Он долго терпел, делал работу, проник в сердце в течение времени, дал покаяние и жизнь, и изменил нас. Поэтому, говорит, от скорби происходит терпение. От скорби. Поэтому, я опять повторяю, скорби были, есть и будут. Если бы мы имели это терпение, но уже не говорю о долгое терпение, пусть только-только терпение, то, наверное, скорбей было бы гораздо меньше. Но все дело в том, что мы все молимся, все просим, Господи, дай мне терпение, да? Но не выдерживай. Не выдерживай. А Библия говорит, терпение – это плод. Это не просто подарок, который упал с неба и прямо в карман. Терпение вырабатывается в трудностях. И вот поэтому Бог допускает эти проблемы и трудности в нашу жизнь. Чтобы мы были долго терпеливы ко всем. И молиться нужно терпение, правда? Особенно, когда молимся своих близких и родных, они ожесточаются. Наоборот. Что, Господи, дай покаяние, а он, наоборот, жвереет, да? Получается, что молитвы напрасны, а в самом деле нет. Просто я вам говорю, чтобы вы начали эту тему, я уже после пойду по Евангелии. Но это очень важно знать. Вы знаете, почему мы, молясь за наших близких и родных, видим часто обратное? Вместо того, чтобы они стали нас понимать, они еще хуже обозлятся. Был жестокий, а стал двойне жестокий. Я вам объясню, почему это так. Когда за человека не молились, он был как бы во сне. Но когда вы за него стали молиться, то Бог начал звать себя, а дьявол держит у себя. И вот эта борьба вызывает гнев человека. Если раньше он был спал, то он теперь проснулся. И его две силы рвут на части. Он не находит покоя. И поэтому становится хуже, чем был. Но это до времени, покуда не сломается. Но все есть предел. Говорит, дошел до белого кипения, а потом что? Потом сломался. Или в одну, или в другую сторону. И здесь существует множество вопросов, которые влияют на поведение человека. Это и наше долгосрепение вырабатывается. Это и другие вопросы Бог решает. Ему же надо до этого человека достигнуть, чтобы он понял. Есть мир молитв. Когда наше миро дополняется, Бог очень просто и легко спасает. Вы знаете, я вам просто покажу. Правда, я цветы рвать не буду. Вот, допустим, это ваш близкий и родной. Вы зогмольтесь год-два. А вам надо, ну, мешок молитв. Я таким языком говорю, простым. И покуда половина мешка, это цветок здесь. Бог работу делает, но все остается так же. Три четверти остается так же. Когда он наполняется, он берет вот так и ставит. Это очень легко и просто Бог делает. Но все делается во времени. И вся наша беда в том, чтобы у нас не хватать терпения и веры. И когда мы не видим той работы, которая происходит над сердцем, мы часто смущаемся. Мы часто опускаем руки. И когда нам Господь говорит веру. Вы знаете, нам легче верить, когда мы видим издвиги. Когда мы их не видим, нам трудно верить. Но вера смотрит только на обетование, о том, что Бог сказал, а не на то, что мы видим. Если мы видим изменения, это уже не вера, это уже знание. Вы делаете разницу между знанием и верой. Вот когда вы сюда шли, то вы просто верили, что будет разбор слова, да? А когда вы пришли и нашли, то вы уже знаете. Вы не верите, а знаете, что есть разбор. Мы очень часто эти две вещи путаем. Говорят, если я увижу, то я поверю. Ну, извини, дорогой, если ты увидишь, не надо верить. Это уже знание. Для того, чтобы войти в знание, нужна вера. Вам обещали, когда брали в школу, что вам дадут знания, которые необходимы будут в жизни. И вы верили и шли. А когда вы кончили, вы их получили. Вы уже не верите, вы уже знаете. Потом первая идет вера, а дальше будут знания. Вера всегда приводит к знаниям. Когда мне говорят, ну, теперь уже не говорят. Уже махнули рукой, не перевоспитывали. Уже пропавший человек. Было время, когда, ну, никак не могли поверить, что это еще, ну, необратимый процесс. Все еще перевоспитывали. А ты все еще веришь, что Бог есть? Говорю, я не верю давно. А? Ты не веришь? Говорю, я знаю, что есть. Я верил, покуда я шел к Богу. А когда я пришел, то я знаю, что есть. Зачем мне верить? И поэтому вера всегда к знанию приводит. Встали вы на колени. Молитесь о том, что Бог исцелил вас. Вы верите. Но когда вы получили, вы уже знаете. Вы знаете. Вам не надо верить. Если вы получили в свои руки то, что просили. Там вера ведет к знаниям. Получаем знания. И еще больше уходим в веру. А вера ведет большее знание. Оно одно с другим и связано. Есть. Почему? Потому что вы с ним имели дело. Вы просили. Он отвечал. Иногда отвечал так, что никаких сомнений не могло быть в том, что это не Бог, а чистая случайность. Хотя Библия говорит о том, что случайностей нет. Есть очень тонкий расчет. Это высшая Божья математика. И то, что для нас является каким-то совпадением или случайностью, то на самом деле это никакая не случайность. Это план Божий, точное определение и способность провести в действие то, что было спланировано. Если мы иногда это не можем делать, наши способности ограничены, то Бог обладает всей полнотой и властью, всем могуществом и всеми точными расчетами для того, чтобы это сделать. А у него расчеты, конечно, я помню когда-то, когда Бог показал расчеты, связанные с последним временем. Вы знаете, что есть времена и строки, Богом определенные, расчитанные им. И там было такое огромное уравнение. Я уже все не рассказываю, что было, с чем оно было связано. Вы знаете, настолько было уравнение, на весь небосвод. Вы знаете, уравнение состоит из двух частей. Значит, левая часть, потом равно и дальше правая. Так там была настолько сложная математика. Это были многоэтажные дроби, во-первых. Вы знаете, что такое многоэтажные дроби? Это целая веронница чисел, плюс-минус, потом подчеркнуто, опять вниз. Там были интегральные исчисления, кубические корни с интегралу. Я нигде не видел таких формул, которые там были. И дальше равно, и опять огромное полотнище с этими расчетами. И там было очень много неизвестных величин. Даже были кубические корни с иксоу и так далее. И там их трудно пересчитать. Я говорю, Господи, что это такое? Это вот расчисленные времена и строки, которые человек не может знать. И если где-то по вине церкви, если мы не на своем месте, или дьявол где-то успел нарушаться план Божий, какое-то время не успел что-то сделать, тогда отнимается от другого времени, сюда приплюсовывается. А это уже неизвестная величина. Вот почему нам трудно сегодня понять, что происходит. А врат богословий по всем расчетам уже в раме язычников должно закончиться. Оно еще длится. И это так. Я помню, когда-то было очень давно, когда было одно видение, одна из чесчеров видела такое видение, когда Иисус стоял у луны. Почему у луны? Наверное, можно это пробовать в церкви, не знаю. И молился к отцу и говорил так. «Отец, времена язычников уже прошли, но мой народ не готов. Дай им время». И отец, слышав молитву сына, дал еще время для язычников. И такое явление отмечено в Библии. Вы помните-ка, во время Иисуса Навина, когда он вел войну с врагами, и не успел довести до конца. Вечер был. Но, наверное, в то время ночью не воевали. Это была преграда большая. И вы помните, что он сделал? Он сказал так. «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айолонской. И стояло солнце, и не спешило к западу почти целый день». То есть, время не стало, но Бог по молитве Иисуса Навина это время продлил. И они успели сразиться. Поэтому сегодня уже действительно, если время есть благодать для нас, то это уже благодать на благодать. Поэтому всякое откровение, оно должно подтверждаться Словом Божиим. А никогда откровение от Духа Святого не пойдет в разы со Словом Божиим. И вот как раз вот это явление и отмечено. И уже сегодня высчитали по помощи компьютера, что да, действительно, было время на Земле, когда был очень длинный день. Вы что ли точно? Сегодня это можно сделать с некоторой точки зрения. Просчитать что-то, имея кое-какие знания. И оказывается, что Библия была права, что однажды был один очень длинный день, который был почти в два раза длиннее, чем наши сегодняшние дни. Поэтому, когда мы говорим о времени, то мы должны очень хорошо и четко понять, что последнее время – это не дни считанные, это наши две тысячи лет. И поэтому, надо очень внимательно читать, чтобы рассортировать события, которые уже были и которые есть. Потому что, если не знать вот этой истины, то мы все спихиваем на наше время. И это запутывает нас. Поэтому надо очень хорошо понимать, что последнее время – это отрезок времени, который длится уже почти две тысячи лет. Теперь 1999 год, да? Скоро наступит двухтысячный. Хотя это человеческий счет. Бога свой счет. Вот поэтому Библия говорит, что не знаете ни дня, ни часа, когда придет сын человеческий. И действительно, мы его не знаем. Хотя по нашему счету человеческому, уже, допустим, третье тысячелетие – это седьмая тысяча, когда Христос должен царствовать на земле. Но это наш счет. Бога есть свой. Здесь и сегодня уже известно, что тот монах, который считал время Рождества Христова, ошибся на пять лет. Оказывается, не совсем тот, что он ошибку сделал. Сегодня это все выяснили, но уже считаем так, как считали. А кто знает, кто еще где ошибся? Поэтому это наш счет человеческий, но приблизительно он верный. Приблизительно. Могу быть отклонение. Но, конечно, не десятилетие и не столетие. Потому что все то, о чем написано в Священном Писании, относящийся к последнему времени, оно сегодня закручено и уже в действии. Об этом мы, наверное, будем говорить, когда будем рассуждать о 24 главе Евангелия от Матфея. Какие еще есть вопросы по прошлому? Я когда-то слышал, слышал где-то, но не помню. Это, наверное, где-то мили или даже меньше. Сколько? Полторы мили, да? Но это не очень много. Это не очень много. Потому что субботнее расстояние. Вот в субботу евреи должны были находиться в покое. И даже переходы делать был ограничен пределом, расстоянием для них. Вот полторы мили, говорит брат. Они имели право пройти. А больше это было нарушение закона. Нарушение субботы. Но евреи, они нашли выход. Они хитрые. Он уже приходит, чуть-чуть не доходит, копает ямочку, посидел, так считает, что он дома жил. И опять отправляется, идет. И так несколько раз. Они всегда находили выход. Ну, ты же должен понимать, что это хитрость, правда? Но вот всегда закон создан для того, чтобы его обойти, да? И люди на это очень способные. Изобретательные на зло. И они так делали. Прошел, не дошел немножко, копает ямочку, посидел немножко, может быть, помолился. Ну и опять иди полторы мили. Или почти полторы. И так вот двигались. То есть Христос говорил о своем втором пришествии. То есть Он предупреждал учеников, чтобы они не падали в панику, что все трудности, которые существуют на земле, это временное явление. Не всегда так будет. Если рассматривать, и я говорил в прошлый раз, я еще раз просто повторю. Если рассматривать эту мудростьми на основании Писания, а мы всегда это делаем на основании Писания, то есть такой стих священного Писания, не помню в каком псалме, аят у них, как яд змеи, как яд лукового аспида, который закрывает уши свои, чтобы не слышать голоса самого искусственного заклинания. Вы знаете, что заклинатель имеет власть над змеем через то, что он произносит определенные слова. Они доходят до слуха змея. И этими словами он парализованный бывает и подчиняется команде дрыщеровщика, или, допустим, заклинателя. Так вот этот змея глухой, он очень хитрый. Он берет, затыкает хвостом ухо. Заклинатель говорит, а ухо закрыто. И он оказывается бессильным, и имеет над ним власть. Это мудрость змея. И если чего не учесть, что самое сильное оружие вообще в мире, не только в нашем мире, это мысль или слово, то мы поймем, в чем заключается его мудрость. Я просто хочу, чтобы вы это узнали, и еще раз повторяю. Самое сильное оружие не термоядерное, не нейтронное. Слово и мысль. Слово и мысль. Потому что оно двигает всем. И тот человек, который принял Слово Божие, вы поймите только, о чем я говорю. Он будет находиться под его контролем. И он никогда не поднимет свою руку, чтобы нажать на кнопку. И тогда это оружие бессильное, оно никому не надо. Это хлам. Вы поняли, о чем я веду речь? И вы сами хорошо понимаете, какую власть имеет над вами слово или мысль. И еще раз сегодня повторюсь. Наши слова, это по сути дела, эквивалент нашей мысли. Мысль, никто не знает, что в нашей голове. Но когда мы выражаем ее звуковым способом, сочетание звуков, мы доносим на основании нашей речи, какая мысль у нас. А мы-то подчиняемся мысли. Сначала подчиняется мысль. Если она владевает нашим сердцем, если она нам приятна, мы тогда идем и действуем. То есть эта мысль имеет силу включить в работу весь наш механизм человеческий, начиная с нашего духа и кончая нашим телом. Сначала мысль берет, воборот, наш дух, а дальше дух наш, который оказался во власти мысли, он включает в работу и весь наш организм или нашу телесную храмину, в которой дух живет. Поэтому самое сильное оружие это слово. И не просто слово, а слово Божие. Я опять повторю то, что не один раз повторял. Все большие войны, все конфликты военные, они начинались с мысли. Дьявол вкладывал, потому что Бог не планирует войн. Это не в его правилах. Есть другой, который сталкивает людей и их сближает на кровопролитие. Не для любви, а чтобы кровь пролить. Где тот нам высокопоставленный чиновнику, генералу ли, президенту ли, не знаю, кому подложить, если мне придет мысль такая, то я много не сделаю. А когда этот человек, находящийся у власти, тот, который имеет власть в государстве, приходит в мысль о войне, если он ее принимает, он ее просто начинает размножать. Он объявляет о своем решении своему окружению. Кто-то будет маршал, генерал ли это, или кто-то. Он с ними советуется. И когда они бывают согласны, тогда это дело продвигается вперед. Опять-таки, через слова в армию. Это силовая структура на сегодняшний день, которая существует. И когда решение сделано, объявляем войну, тогда выявляется мобилизация. И только после этого начинают говорить пушки. Но сначала война была или проиграна, или выиграна в головах. А уже после она выражается в действиях физических. Поэтому это очень важно знать. И у нас все наши успехи и все наши падения, они начинаются в нашей голове. Впоследствии, если мы не способны отказаться от этой мысли, она попадает в сердце, в центр, который управляет всем, и мы начинаем действовать. Поэтому есть подготовительная часть того или другого вопроса, положительного, отрицательного ли. Это уже другой вопрос. И есть открытое. Но все начинается в нашем разуме. Все начинается с наших голов. Ну, правильно. Вы скажете, а если шел, допустим, там в яму попал, ногу сломал, но я об этом не говорю. Я говорю о наших решениях, осознанных или неосознанных, рассмотрели мы их детально или не рассмотрели, но контролируйте свои мысли. И тогда будет меньше проблем, будет меньше тревог, будет меньше переживаний. И опять повторяю, все начинается с нашей головы. Вот в этом и сегодня-то мы и читаем Слово Божие. Чтобы в нашей голове был ориентир, чтобы мы знали, как поступать, чтобы нам не уклоняться от истины Божией. По сути дела, мы сегодня загружаем наш разум. Вы пошли с ней. Когда придется делать решение, мы знали, на что ориентироваться, на каких весах взвешивать наши желания, как проверить их. Это уже проповедь может. Я очень коротко скажу. Вы помните первую главу послания к кримлянам? Это очень интересная глава. С одной стороны вроде незаметная, но с другой стороны там ключи многие положены в этой главе. Вы помните такой стих Писания. И как они не стремились иметь Бога в разуме, то что получилось? Предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены там блуда, лукавство, зависть, корыстолюбие. Там где-то 22 порока общества отмечено. Только потому, что не стремились иметь Бога в разуме. А это иметь Бога в разуме означает только одно. Должно быть разум наполнен Писанием. Потому что Бог как Личность, конечно же, Он на небе. Иисус одеснует Бога. А через Писание Он контролирует нас и управляет нами. И, наверное, для этого дано такое обильное слово. У каждого из нас сегодня на столе есть Библия. Правда? Если раньше это было исключительное привилегие иметь Библию, то теперь ее имеют многие. Остается только читать и знать. Потому что одно дело на столе, а другое дело в голове и в сердце. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Какие еще вопросы? Давайте, если есть по прошлому материалу. На чем мы остановились в прошлый раз? 39 стих, да? 38. Мы говорили о кресте, правда? Вы, наверное, помните, о чем шла речь. Это очень важный вопрос. Можно даже немножко его повторить. 38. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин меня. не вообще мы правильно понимаем, что такое крест. Если мы что-то уворовали и нас наказали, это не крест. Это возмездие за наш поступок. Вы поняли меня? Или, допустим, верующая сестра выйдет замуж за неверующую, он гоняет ее вокруг дома. Это мой такой крест. Это не крест. Крест это те трудности, те проблемы, которые были спланированы Богом от вечности, чтобы отшлифовать нас. Это та обстановка, где мы нигде ничего не нарушили, но тем не терпим не скорби. Вот это крест. А то, что мы сами на себя набрали, это не крест. Это бремя, назовите его, еще как-нибудь назовите, но это не крест. Другими словами, если вот так более подойти конкретно, то это есть судьба, которая нам назначена Господом. Вы знаете, что у каждого человека есть судьба, то есть план Божий. И надо отметить вот что, что нет ни одного человека на земле, которых Бог бы так спланировал жизнь, чтобы он попал в ад. Бог ни одному из людей не начертал такую судьбу, чтобы он погиб. Об этом посыл Павел в послании к евреям. Там правда немножко неоткрытым текстом, но там просто сквозит вот эта мысль. Потому что ад создан не для человека, он создан для дьявола и для ангелов его. А уже человек сегодня выбирает на чьей стороне быть. Или он пойдет с Господом будет идти, или он пойдет в ад. Это его выбор. Пусть Бог дал человеку свободную волю. дал свободную волю, чтобы он мог выбрать, куда ему идти. Но все дело в чем? Что люди не живут так, как Бог начертал им. они не спрашивают Бога, а что ты мне предлагаешь. Они живут так, как хотят. Мы Боги, правда, человек есть кузнец своего счастья. Вы, наверное, помните такие лозунги. И вот поэтому человек не может и освободиться от греха. Не может предусмотреть сам, что для него хорошо и что плохо. Потому что мы не можем это увидеть наперед. А Бог это знает все. И если человек с ним советуется, он их направляет. И очень счастливые эти люди, хотя бы называть себя несчастными, я знаю, говорят, у него все получается, что не захотел, раз, раз и получилось, а я куда не кинусь, все не получается и не получается. И редко что получается, это хорошо, что не получается. Вполне возможно, если бы у вас получало еще то, что вы хотите, вы были самыми несчастными людьми. Я не знаю, почему Бог одних очень сильно берет, а другим разрешает делать то, что они хотят. Это для меня секрет. Это для меня секрет. Почему это так бывает. Но я думаю, что счастливые те люди, у которых получается только то, что Бог им предназначил. И не получается, когда сами хотя по-человечески огорчение. Вроде непонятно. Ему все можно, мне ничего. Ему и то можно, а мне даже этого нельзя. Вот так бывает в жизни. Вы знаете, у Павла тоже так было. Я не один раз проводил вам пример. Я сегодня и вы наверное едем куда хотим. Захотели в Ганцевича, покатили в Ганцевича проповедовать. Захотели в Слоним, поехали в Слоним. А вот у Павла так не было. Нахотел идти в Асию. Дух что? Не допустил его, да? Потом решает, пойду в Эфине проповедовать, кто хочет. Дух не допустил его. У него тоже не все получалось. Потом молится, Господи, исцели меня от болезни, да? Значит, у него много что не получалось. Он три раза молился. Я думаю, он умел молиться, Павел. Особенно когда болит, то мы вообще хорошо молимся. Когда перестает, забываем, что надо молиться. И он тоже умел молиться, когда болело сильно. И Господь однажды сказал ему, что не получишь исцеления, чтобы ты не возгордился. Помните, я уже своими словами передаю. Говорит, дано мне жалобу, англосатаны удручать меня, чтобы я не поразносился. А у него будет чрезвычайное откровение. И вот Бог его придерживал. А если бы он ему ответил, если бы получилось так, может, у Стефана получалось, у Филиппа получалось, а у Павла не получается. Молиться, молиться, Бог не отвечает. И когда он третий раз пристал к Богу сильно, Господь доволен себя благодатью моей. Ибо сила моя совершается в немыше. Поэтому Павел говорит, я благодушенствую в немыше, в обидах, причащении за Христа, ибо когда я немыше, тогда я силен. Вот бы нам так, да? У нас так много обидчиков. Счастливы были бы каждый день. Но вся беда в том, что мы не умеем так благодушенствовать в обидах и в причащениях за Христа. А так, наверное, были бы самые счастливые люди, особенно в наше время. Куда ни кинешься, то полное сердце радости было бы. То обиды, то немыше, то болезни. Павел И поэтому не всегда допустим наши стандарты, они согласуются с Божьими стандартами. И если мы этого не знаем, у нас, конечно, будет много горчаний, будет много обид, много проблем. Но наверное, когда мы пройдем свой путь, то очень сильно будем благодарить Бога за то, что много что у нас не получалось. Я, вы, любой из нас. потому что Бог знает, как нас вести, что нам предложить и так далее. И кто не берет креста свою и следует за мною, тот не достоин меня. Я в прошлый раз, когда говорил, то напоминал, что есть другой текст Писания, который говорит о кресте, и там немножко другой вариант. И кто говорит, не берет креста свою и следует за мною, тот не может быть моим учеником. Не не хочет, он хочет, но креста не хочет нести, он не может, про все его желание не может. Почему? Вы помните, мы говорили об этом, почему нам нужен крест, чтобы на нем умереть для греха. Для чего Христу нужен был крест? Для чего он его нес на Голгофу? Чтобы на нем умереть для греха. И потом и в нашей жизни существует судьба, Христов называет крест, наши трудности, наши проблемы, наши переживания, чтобы однажды мы могли умереть на этом кресте. И помните, я вам напоминал, мы были бы очень счастливы, если были расстреляны. Один выстрел, и мы мертвые. Но все дело в том, я в духовном смысле слова говорю, что мы умираем очень медленно для себя, для обид собственных, для жадности, ну еще что-нибудь там вы называете сами про себя. И Бог нам создает такие обстоятельства, чтобы наконец-то перестал обижаться, чтобы умереть для обиды. А почему? Гордость есть. Вот все вот над всеми нашими пороками, как правило, я не говорю, что вообще на 100%, но в общем-то гордость. Обиды, зависть, начальник один. И умереть для себя очень трудно. Плачем, выкручиваемся, обижаемся, да? И только тогда прекратятся эти искушения или испытания, когда мы перестанем обижаться. Тогда перестанут обижать. Вы все работаете на работах и все наблюдаете такое явление, что обычно насмехаются над теми, кто бурно на это реагирует. Кого можно вывести из себя? Над тем человеком, который на это не обращает внимания, никто насмехаться не будет. Попробовали раз, попробовали другой, не получаются и оставили. Будут искать что-то другое. Но если вас можно вывести из себя, будут делать. Будут делать. Пойдете на другую работу, и там вас быстро раскусят. Пойдете на третью, и там достанут. А уже когда вы умрили где-то порока, а это крест, вот так или иначе, и не сойдешь. А если сойдешь, не умрешь. А не умрешь, не можешь быть чуженьком Христа. Почему? Потому что Христос учил, что надо жить для других. Надо жить для других. Надо их умещать, надо их прощать, надо не обращать внимания, а иначе не сможешь трудиться для Господа. Потом кто не берет Христа своего, тот не может быть моим учеником, не достоин меня. Вот поэтому в нашей жизни мы очень долго висим на кресте. И подолгу, правда? Когда уж это наконец кончится? Когда наконец изменится обстановка? Ибо когда человек ропщет, до тех пор она будет, когда перестанет троптать. Или или одно из двух. Или упадет и не поднимется, или освободится и пойдет свободным будет. Среднего не бывает. Кто говорит не со мною, тот, что воздержался, против меня. Я иногда повторяю эту мысль, я воздержался. Но мы так умеем, я воздержался. Это воздержался, это значит против. Еще не за, то против. Среднего не бывает. И потому, когда Христос с нами имеет дело, Он хорошенько просмотрел всю нашу жизнь наперед, знал наперед, какими мы будем, и уже спланировал вот те или другие обстоятельства, чтобы каким-то образом нас выбить из нашей собственной натуры, из нашего характера, мы часто говорим, что у меня такой характер, да? У меня такой характер. А в самом деле грех надо называть вещи своими именами. Христос напоминает, что у нас должен быть характер Христов, Его характер. И это весь смысл и цель работы Божьей, которую Бог проводит с нами. И как только мы освобождаемся, если только начинаем понимать, что Бог с нами делает, Бог очень просто и легко меняет нашу обстановку житейскую. Нет, значит, нет. Но с некоторыми людьми, конечно, большие проблемы и трудности ожесточаются, не хотят принимать Слово Божие, как правило, отпадают со всем. И эту ненову, Священное Писание об этом говорит, вы помните, когда Бог говорил, кажется, книга про Исаии, или Геремии, я точно не помню, но там есть такой стих интересный, что «Раздувальный мех обгорел, швенет и слил от огня». И дальше всегда такой стих «Плавильщик плавил напрасно, злые не отделились, отверженным серебром назовет их Господь». Да, я знаю несколько случаев, когда люди попадали в трудности очень большие, и я думаю, если бы ко мне пришли такие трудности, наверное, и я бы не устоял. Эти люди прошли, но Господь сказал, говорит, цель не достигнута, остались на своем. Значит, будет другой похожий случай, другая обстановка будет, и опять. Вы знаете, что мы очень упрямые бываем, правда? Как только Бог хорошенько положил кровать, кажется, уже ничего не надо. Как только немножко выздоровел и пошел старыми путями ходить, ничего не меняется. Это очень такой серьезный вопрос, и, наверное, больной вопрос. И все-таки Бог делает свою работу. Или, или. Помню одну сестру, она уже умерла, это было очень давно, у нее была очень трудная жизнь, и без мужа жила, и сын пьяницы был, он ее, знаете, что и выносил все из дома, и все. Вот, и ей, наверное, тоже стоял вопрос, почему Бог так допустил. И Бог сказал, так надо, у меня другого выхода нет, чтобы сломать твой характер, чтобы смирить тебя. Если устоишь, будешь чище золотое. Не устоишь, значит, не устоишь. И если даже Бог не говорит нам вот такие слова, это надо знать, что это так. Бог не деспот, чтобы мучить нас и радоваться, как мы плачем. Ему не доставляет удовольствия, что мы живем в проблемах, но эти проблемы имеют свою цель. И если мы меняемся, под их давлением, может быть, под их воздействием, то все меняется. Нет значит нет. Нет значит нет. Поэтому все-таки я бы хотел, чтобы мы разумом стояли на стороне Божией, понимали эти вещи. Потому что очень много зависит от образа нашего мышления. И жесточение происходит сначала в разуме, правда? И обиды сначала в разуме, все в разуме. И если даже наша сердца в некоторых вещах неспособна следовать за Господа, но если наш разум понимает, что так надо, будем молиться, Бог поможет. Но если уже в разуме будет ожесточение, все, никто вам не поможет. Никто не поможет. Потому что мысли дьявола в разуме это мины замедленного действия, которые разрывают последствия. Последствия оно даст свой плод. Поэтому сегодня предлагается нам образ мышления, который записан в Евангелии. чтобы мы что-то могли понять и сделать правильный вывод. Сберевши душу свою, потеряет ее, а потерявши душу свою ради меня, сбережет ее. Вот я просто повторяю эту истину ради меня. То есть если мы даже потеряем жизнь на земле ради истины Божьей, ради Христа, то мы ее сбережем. Значит, человек, который умер в Боге, это навсегда победитель. Хотя с одной стороны его уже на земле нет. По-человечески он, допустим, может быть, проиграл, убили его, мог бы жить. Но тот человек, который устоял, был верен до смерти, то после смерти у него ничего не поменяется. У нас может поменяться на земле. Мы подвержены влиянию самого различного рода греха и так далее, и так далее. А уже когда человек был верен до смерти и остался верным, все, он сберег свою жизнь. Но если встал вопрос, Бог или жизнь, вот эта земная, и человек выбрал жизнь, отказался от Бога, он же ее погубил. Он навсегда остался без Бога, без источника жизни. Уничтожения нету. Вот духи имеют такое свойство, их нельзя уничтожить. Дух нельзя уничтожить. Его можно только связать и ограничить, заключить где-то, чтобы он не мог свободно действовать. И вот это как раз духовная смерть и означает вечное разделение с Богом и жизнь с дьяволом, с источником смерти. Вот вот здесь Писание говорит, тот, кто сберег свою жизнь на земле, за счет того, что от Бога отказался, он ее потерял. А у кого она прорвалась на земле ради Господа, он ее сберег. Сберег навеки и навсегда. И, наверное, вот этот аргумент, жизнь или Бог, она в определенное время может стать перед многими из нас. Перед многими из нас. А для некоторых она уже, может быть, и стояла уже. Особенно, когда здесь разделенные семьи есть, мужья не верующие, или наоборот, это очень тяжелая обстановка. Очень трудно в такой семье. Я знаю, и избивают, я знаю, что одну сестру в свое время муж за волосы на колодку с топором стоял, но вы знаете, что и такое бывало. И, наверное, устоять в это время трудно. Хотя, я должен вам сказать, что никто никогда не отступал от Бога, когда все было хорошо. Обычно отступают от Господа, когда очень сильное давление, и здесь скидки нету, и здесь скидки не бывает. Кто принимает вас, принимает меня. Это я сороковой стих читаю. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых только чаши холодной воды во имя ученика истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть здесь Христос поставил нас как промежуточное звено между Богом и еще кем-то. Это вот очень важные мысли. Кто принимает вас, принимает меня. Вот самого Бога принять. Ну как можем принять? Мы же на небе, да? И вот все наше служение практически направлено к служению друг другу. Я повторяю то, что он не один раз говорил. Это люди понимают, что служение Богу это поклоны много раз, это еще нечто такое, а в самом деле это служение друг другу. Но служение на основании Писания не так, как мы понимаем, а как понимает Писание. Неоднократно эта мысль подтверждается. Господь говорит, когда мы видели тебя жажду, что мы напоили, помните, когда тебя голодным встрешали и накормили, когда ты в темнице сидел, мы пришли к тебе. А Христо так говорил, войдите благословенное в царство отца моего, потому что я был голоден, мы меня накормили, я был наг, вы меня одели, был в темнице, вы пришли ко мне, был болен, посетили меня. И праведники скажут, Господи, когда мы тебя видели в таком положении? Так как вы сделали это одному из меньших, то вы мне сделали. И если не сделали, то тоже мне сделали. Вы знаете, это серьезный вопрос. Вот мы сегодня все говорим, что мы любим Бога, правда? Наверное, никто не смелится сказать, что я не люблю Бога, потому что мы думаем, мы думаем, что мы любим, но в нашем отношении друг к другу и открывается, любим Бога или нет. Говорят, как тот человек, который своего брата ненавидит, которого видит и ненавидит, может любить Бога, которого не видит. Здесь прямая связь, мы промежуточное звено, через которое открывается, любим или нелюбим. И здесь то же самое. Кто принимает вас, принимает кого? Меня. Кто огорчает вас, огорчает кого? Меня. Кто злое говорит о вас, то на кого говорит злое в конце концов? На Бога. Мы об этом часто не думаем. И вот вы найдите такого человека, к которому вы относитесь хуже, чем к другим. Ну поищите у себя, вот так вы относитесь к Богу. Может быть вы не согласны, но это так. Это вот та мира, вот как вы относитесь к самому худшему, которого вы не любите, так вы и относитесь. Я не имею в виду, что вы не любите грех. Я об этом не говорю. Я об этом не говорю. я веду отношения между нами. Мы должны правильно назвать вещи своими именами. Грех называть грехом, зло называть злом, добро добром, но мы не имеем права ненавидить и не любить человека. Хотя очень часто вот это зло человеческое с ним вместе ассоциируется, и мы одинаково к нему относимся. Это очень трудно разделяется, но мы должны эту границу видеть и знать. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Тут тоже очень такой тонкий подход к этому тексту. Есть такое мнение, что что на небе будет награда праведника, награда пророка и так далее. Может, и это будет, не знаю. Но здесь речь идет вот о чем. Если я делаю что-то для брата, забывающего про Бога во имя брата, то я от него и награду получу. А если я ему же делаю то же самое, но во имя Бога, то я от Бога получу. Поняли меня? То же самое, я уже не говорю, что зло делаю. Мы уже об этом говорили. Я говорю добро. Если делаешь, значит, пророк во имя пророка, то и получишь награду пророка. Он тебе заплатит или что-то что-нибудь там даст. Или спасибо скажет. Но если то же самое делаешь во имя Божие, то получишь награду от Господа. Тут есть и кто-то сделает во имя ученика. И кто напоит одного из малышей только чашей холодной воды во имя ученика. Когда будем читать другие Евангелия, там мы найдем, потому что вы мои дополнения. То есть делают христианам, потому что они Божьи люди. Значит, получают награду от Господа. Если только как христианин, то от него и получат награду. Вот этот вопрос тоже довольно тонкий. А вы поняли, о чем я веду речь? Во имя кого делаешь, от того и получишь. Если во имя пророка, получишь награду пророка. Если пророк во имя Божие, то получишь награду от Бога. Ну и есть честно, и пророк, наверное, не останется безучастным в этом вопросе. Это же однозначно. И Христос об этом говорил. Повертать себе друзей богатством неправедным. Помните, чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в вечные обители. Ну, конечно же, никто, ни вы, ни я не будем в дверях стоять, пропускать вечные обители. Но здесь стоит вопрос. Если мы делаем во имя Бога, то делаем для Бога. Это будет свидетельство, что мы не просто бесплодно прожили свою жизнь. Ну, а если во имя человека, то, конечно, тогда от человека. Поэтому гораздо лучше делать добро, но делать во имя Бога. Будет и от человека, и от Бога. Я думаю, не надо думать, что если я вам, или вы мне сделали что-то, и я вам благодарил, то я от вас забрал награду, которую Бог хотел. Да нет. Мое на своем месте, Божье на своем. Но при одном условии, что мы это делаем во имя Бога. Тогда все будет. Ну, и, говорит, блажение тот, который что-то делает, не ожидает награды. Помните? Потому что воздаст ему воскрешение праведных. Это, ну, свое решение вопроса. Свое решение вопроса. Поэтому, что мы не будем делать во имя Божьей, мы не потеряем награды. Хотя на сегодня ни я, ни вы не понимаем и не знаем, что там за награда. И поэтому, кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Здесь речь идет о том, что мы что-то делаем во имя Божьей. Следующий текст тоже делаем. Тоже делаем. Но уже во имя праведника. Во имя пророка. И во имя ученика. Но уже когда стоит речь во имя ученика, там есть подсек в другом месте. Более пространное пояснение. Потому что вы Христовы. Истинно говорю вам, не потеряя награды своей. Мы не говорим. Здесь есть одна деталь такая. Наше дело – это тоже мощная проповедь. И если мы не говорим, что делаем во имя Бога, то я понимаю, что внутри Бог нас видит, для чего мы делаем. Но другие люди не знают. Потому что здесь исключается имя Божие. И тогда, конечно, мы не сможем быть светлыми Христовыми. Вы поняли, о чем я говорю? Просто люди будут знать, как очень хороших людей. И не совсем будут понимать, от какого источника это хорошее исходит. Ведь не секрет, что в мире есть много очень хороших людей. Неверующих. И много добра делают. Но, тем не менее, источник просто человеческий. Ведь в нашем духе человеческом потенциал большой заложен в доброты. Бог, то есть создал нас, как людей, добрыми людьми. Уже те примеси, которые вошли в нашу жизнь через наследственность, они искалечили нас. А вообще же наша натура, наш дух, что он для того, чтобы добро делать? Но вот то добро, которое мы делаем по-человечески, очень мало в глазах Божьих, чтобы быть святыми. По-наружи может быть одинаково все. Но какой источник? Вы поняли мою мысль? Один источник от нашего духа человеческого, а другой от Духа Святого, от возрожденного нашего духа. Это может быть одно и то же дело. И по степени исполнения, по качеству они могут быть одинаково выглядеть. Но для Бога разница большая. Это сделано по вере. А здесь просто от хорошей натуры человеческой. И у Бога есть разница. Об этом очень хорошо написано. Когда вы читаете книгу Левит, я не помню в какой главе, я просто не просмотрел, потому что не знал, что эта тема будет затронута сегодня, там уже интересно, когда посвящали на служение большое, то там обрывали, помните, все волосы обрывали. Волос. Это символ характера. Они те же самые вырастали. Наверное, и разницы не было. Но уже не вырастали, тогда был посвящен Богу от другого источника. Есть один характер, хороший характер. Не придерешься. Но источник этого характера от нашего человеческого духа. И тот же самый характер, но от Духа Святого. В определенное время человеческие черты сломаются. Но когда ты выросла от Духа Святого, никогда. Человек на смерть пойдет, но истины не отдаст. Уловили мою мысль? Разница. От какого источника. Хотя сегодня, мне без разницы, почему мне кто-то добро сделал. Я не разбираюсь в этом. Сделал и хорошо. И я не должен разбираться, если я кому-то что-то доброе делаю. От чего? Но хочется, чтобы было именно от Духа Святого. По вере. Наслаждение Слова Божьего. И тогда оно имеет вечную природу. И вечное существование. А то, что от нашего Духа Человеческого, будет даже хорошее. Оно временное все. Поэтому это тоже очень важно все. Здесь видите, что здесь не будет хвастовства, с каким сердцем и почему это сделали. Вот можно одно и то же сказать. И в одном случае это будет в пользу, в другом случае будет повред. Здесь стоит вопрос, для чего я это говорю? Для чего? И, наверное, во многих вопросах нашей жизни именно полную квалификацию достойно, только Бог даст нашим поступкам. Можем обвинить, можем сказать, что он хвастается, а в самом деле там какого хвастовства. Только какими глазами мы смотрим на человека? Это очень важно. Вы помните, есть такое выражение в Воскресенном Писании? Для чистых еще чисто. А для оскверненных и нечистых нет ничего чистого. Почему? Ум осквернен и совесть. И вот для такого человека нет ничего чистого. Я поясню, что я имею в виду. Когда человек расположен к вам, он не будет ковыраться, обвинить вас в вашем поступке в отношении его. Он воспринимает это как хорошее расположение. Но когда он что-то имеет против вас, он обязательно будет ковыраться. Вы будете делать доброе, скажете, а то уже подлизывается. Вы будете говорить ласковые слова, он скажет, а то что-то хочет узнать. И что бы мы ни делали, всегда будет плохо. Потому что его ум осквернен и совесть. И его ум и его совесть не позволяет ему видеть ваше доброе расположение. Вы уловили вот эту мысль? Ему не угодишь никак. Я помню, когда-то рассказывал не один раз пример. Я таких людей видел и в жизни тоже. И в Москве, когда был, неоднократно наблюдал, когда, значит, одна сотрудница жаловалась на своего начальника. Я говорю, не знаю, как ему угодить. Когда, говорит, я начинаю на него спрашивать, ну, подскажи, как мне здесь делать. Он говорит, ты что, своей головы не имеешь? Все, я да я. Когда стану делать само, он говорит так, ну, что, что, забыл, что у меня начальник есть. Видишь ты, выросла уже. И все. И человек не знает, как поступать. И то плохо, и то плохо. Спрашивает, говорит, что тебе головы нету? Я за тебя должен думать. Тебе еще участок работы и работы. Начинает делать само, говорит, ты что, забыл, что тебе начальник есть? Что я уже тебе не нужен? И все. Почему? Ум сквернен. И совесть. И потом вот так у нас и бывает часто. Вы в своей жизни это встретили, и, наверное, встретили не один раз. Есть такие люди, которым вы никогда не сможете угодить. Все будет плохо. Будете говорить с ними. Он скажет, тебе надо замок на губы повесить. Станете молчать, скажете, что ты молчишь? И будет плохо. А среднего не дано. Не говорить и не молчать. Ну, нету такого. Или говоришь, или молчишь. И потому здесь уже надо ориентироваться, наверное, не на то, чтобы угодить, а чтобы меньше греха было. Чтобы самому хоть не попасться в такую трудную обстановку. А такое есть. Почему? Потому что именно вот это явление существует. Не всегда человек свободен сам. Подозрительно. И так далее. И так далее. И так далее. Одиннадцатую главу читаем. И еще у вас нет вопросов по прошлому материалу. Я знаю, что у вас есть много вопросов. По Исаии, по Иеремии, по Откровению. Но я просто хотел бы, чтобы задавали вопросы по материалу, который мы проходим. А будет время, будем заниматься и другими вопросами. Если бы не задавить самих себя, вы знаете, то я не знаю, никаких проблем не существовало бы. И проценту, наверное, с чем-то проблем существует из-за того, что мы не можем сами себя забыть. Обиды различного рода, переживания и так далее, и так далее. А нет того, что мы и знаем себе цену. С одной стороны, мы и должны знать, я имею в виду духовный возраст, должны понимать, что мы можем делать, что мы не можем делать. Но, допустим, обиды и так далее, это то, что нам очень сильно мешает. Не так поглядев, не так сказал, когда хотелось, не обратил внимания и так далее, и так далее. И вот все-таки вот мелочи, они, по счастью, выливаются в довольно крупные конфликты. В разделении, в очень таком сильном разделении. А все начинается с мелочей. И все потому, что не можем забыть о себе. Сказал, сделал, ну что, сказал, ну и что. Я не один раз говорю, мне приходилось встречаться с такими братьями, проповедовать не буду больше. Почему? А мне тот и тот сказал вот так и так. Хотя он правильно говорил и верно говорил. Но то, что кто-то сказал, уже не будет. Я спрашиваю, кто тебе сказал? Человек или Бог? Человек. А ты кому слушаешь? Человеку или Богу? Богу. Так а чего ты? Или говорит, вот она бы мне сказала вот то и то, то и то, то и то. А я не могу уже. Ну, первое, что надо сделать, надо проверить. Может быть, то, что о вас сказали, правда. Это первое, что надо сделать. Вполне возможно, что это правда. Сядьте, рассмотрите. Неправда. И все, да и будьте веселые. И пусть она плачет, она же грешница. Скорбь и честная, кому? Всякой душе человека делающего злое. А ты, праведник, и плачешь. Ну, пусть она плачет, она же грешница. Так все дело задевает я. Почему они меня, ну, не уважили, как мы сегодня говорим? Почему они меня не оценили по достоинству? Знаете, что мы не всегда умеем оценивать. Это надо признать, и ничего удивительного, что не оценили. И мы часто плачем от того, что не умерли для собственного я. Я так плачу, и вы плачете. И не надо обижаться, что вас шлифуют. Но шлифуют, друг через друга шлифуемся. Апостол Павел не только сказал, что он будет судить. Он сказал, не знайте, что мы будем судить ангелов. Помните? Дело в том, что нашей жизнью, которой мы сегодня живем, мы готовим суд кому-то, кто в наших обстоятельствах поколебался. И суд тем ангелов, которые нас сегодня тропали, как демоны. Вы поняли ли меня? И когда все предстанем перед Господом, будут открыты книги дел. Вы помните такое выражение? Неневитяне восстанут на суд с родом щим. Помните? Сегодня, живя на земле, и проходя те или другие трудности, мы готовим суд кому-то, кто говорил Богу, ты мне создал такую обстановку, что я не мог просто этого пережить. Вот поэтому я и отпал. То Бог покажет на вас, которые гораздо труднейшие путь прошли, в той же самой проблеме были. Вы будете его судить? Вы поняли мою мысль? Вы и будете судить? И вас будут судить, и поколебляться. Меня будут судить, и я поколеблюсь, и отпаду. Бог покажет такого же, как я, который потерпел гораздо больше трудностей, прошел, и однако устоял. Скажет, вон, погляди, ты того не пережил, что он пережил. И однако уж он меня не оставил, а ты вон что сделал. Поэтому здесь вопрос, знаете что, не такой вот простой. Суд. Каждый из нас носит суд. И помните, Христ сказал, я не буду вас судить. Помните такое выражение? А кто будет судить? Слово, которое вы слышали, оно будет судить вас в последний день. Поэтому здесь вопрос такой, мы сегодня представляем судья, как у нас судья. Оно у Бога немножко чуть-чуть по-другому будет. Мы сегодня, и я в том числе, не совсем понимаем, как это произойдет. Но что-то из Священного Писания можем вынести, как это будет происходить? А то, что апостол Павел не сказал, что мы. Вот я и еще одиннадцать сядем. Он сказал, не знаете ли, что святые будут судить мир? И другой текст Писания, что мы будем судить мир. Поэтому здесь вопрос, ну, не совсем можно так его понять, и ясно, если посмотрят на наши суды земли. Поэтому здесь награду ученика на земле может получить, награду от Господа на небе за то, что они ученику помогли. Если это будет спасенный человек, то он тоже будет судить кого-то в своей жизни. Одиннадцатую главу читаем, да? И когда окончил Иисус наставление двенадцать ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал Иисус в ответ, пойдите, скажите Яну, что слышите и видите? Шлепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нижче благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Сила соблазна. Это очень важный вопрос или элемент нашей жизни, который может нас преследовать соблазн. Мы можем соблазняться, и мы можем кого-то соблазнять. И этот вопрос в Библии стоит очень остро, с очень суровыми предупреждениями. Помните, если кто соблазнит одного из малых сих, то лучше было бы, чтобы им повесили мельничный жерно на шею и потопили во глубине морской. Горы мируют соблазном. Ибо надувно прийти соблазном, но говорят, горы тому человеку, через которого они приходят. Помните вот это выражение? И это очень важно, значит, понимать вот это, чтобы нам не соблазнять других. Что значит соблазнить? Избить с пути истинного. Своими поступками удалить и сердять людей чистое. Мы сейчас соблазняемся. Ему можно, а мне почему нельзя, да? И вот такие люди, которые что-то делают, делают неоднократно, они впоследствии производят какое-то отрицательное впечатление на других, которые видят это. И не просто-напросто говорят, почему ему можно, а мне нельзя. Если его Бог не наказывает, и меня не будет. Поэтому нам сегодня очень важно не смотреть на людей, а смотреть, что написано. Это большая беда людей, которые смотрят на людей. И часто соблазняются. Вы знаете, что это будет не новое, что я скажу. Мы не ангелы с крыльями. Мы самые обыкновенные люди. Что-то познавшее. Соблазнился тем, что пьет. Ну, а я не знаю. Я, допустим, не соблазнился. Пусть пьет. Ну, давайте яснее, скажите. Если вы видели, что он пьет, и вам самим захотелось, то это другой вопрос. Ну, вы поняли меня? Или, допустим, есть человек, который колеблется. Хотя, допустим, он знает, что нельзя пить. Но ему надо, если у кого-то такого же грешника, вдвоем легче. То, конечно, это уже соблазн. Если вы посмотрели и стали делать то же самое. А если вы устояли, то что же вы соблазнились? Вы не соблазнились? Соблазнился брат, который пьет? Нет. Если вы стали пить с ним вместе, соблазнил. А если нет, вы просто отвергли соблазн, да и все. Вы просто отмечили про себя, что он делает не то, что надо, и все. Что считается соблазнил? Когда вы наглядились на кого-то и сами стали делать то же. Да. А если вы устояли, то что же он не соблазнил? Он является носителем соблазна, но он не соблазнил. Соблазнил тогда, когда стали подражать ему и делать так, как он делает. И есть же некоторые вопросы, которые не соблазнительные. Много таких вопросов есть. И потому здесь Христос ответил. И вы знаете, что? Да. И он указал, именно он указал, что агнец Божий, который берет для себя грех мира. Но когда он указался в темнице, и он его не выручает, вы знаете, жизнь очень часто оказывает настолько сильное давление, человек начинает сомневаться. Вы не думаете, что он просто так послал? Почему Христос и сказал, уже больше что-то говорить, и он не мог. Он просто сказал, все, что можно было говорить, я говорил. И Бог не мог. А теперь скажите ему, что вы ведь дела скажите. Где ты такое еще видел? Чтобы мертвые скрысали, прокаженные очищались, глухие слышали, слепые прозревали. Бывают случаи, когда именно человеку надо показывать на дело. Слова уже не доходят. Вы, наверное, часто говорили, Господи, Ты уже мне довольно много говорил, я дело хочу. Иначе я просто-напросто теряюсь, столько молюсь, Ты мне говоришь, дам, дам, а не даешь. Я уже начинаю опускать руки, в чем дело? Или я не на должном уровне? Или ты бы мне забыл? Уже начинает дьявол подтачивать корни вашей веры. И вот здесь как раз-то была очень трудная житейская обстановка. Ян Крещитель, протеча Иисуса Христа, он готовил путь к Господу, действовал в силе Духа Святого. А Бог, не мимо лапшения, и вдруг оказался в тюрьме, а потому что и родственник придачу. А он ноль внимания. Тогда уже стоит сомневаться. Ты ли тот, который нам ожидать, должен или нам другого ожидать? И вот Христос сказал, я дальше буду читать, «Когда же не пошли?» Иисус начал говорить народу биане. «Когда же не пошли, Иисус начал говорить народу биане. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трощки ветром колеблемые? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом поим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно, говорю вам, изрожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесной Силой берется и употребляющий усилий восхищает. Это другая мысль. То есть, Христос сказал вот что, что Иоанн Креститель это один из великих людей. И подобной гумы не было. И однако же, когда жизнь его сдавила, он посылает спасение, ты ли тот или нет. Это как раз вот соблазн. И счастливый тот, кто устоит и не соблазнится. Вы думаете, соблазнился человек, который ну так себе вот неизвестно кто. Это естественно, что у людей так бывает. Но вот смотрите, кто поколебался? Иоанн Креститель. Потому Христос сказал, что соблазни имеют великую силу. Вы их оберегайтесь, и не носите их, и не поддавайтесь им. Жизнь, у нас есть свое восприятие жизни. Мы часто имеем свое мнение, как должно жить христианину настоящему. Мы имеем желание быть без всяких проблем. И если в нашей жизни что-то случается, то, что нам неприятно, мы способны тогда говорить, а что тогда произошло? В чем дело? Или Бог меня забыл, или Бог меня разлюбил, или Бог еще что-то. Это же соблазнился приходит, чтобы подорвать веру. И поэтому Христос сказал, смотрите на дела, которые я делаю тогда. В некоторых случаях уже слова не доходят. И если видя дела, мы не можем утвердиться, то это уже, наверное, самое крайнее, что может быть, неприятное. Поэтому по делам их узнаете их. Помните? Не по словам их, по делам. Говорить мы все научились хорошо. А вот жить не совсем. И потом, очень смешно, написание здесь еще раз напоминает нам о соблазне. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Это как раз тоже одна вот такая мысль очень важная, над которой мы иногда задумываемся. И на которую иногда не даем ответа. Что отсюда можно вынести? Первое, что Иоанн Креститель это был один из величайших пророков. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Ни Исаия, ни Иеремия, ни Жекииль. Конечно, мы не имеем в виду Иисуса Христа, который был и пророк, и Бог, и Царь, и так далее. Царство Небесное потусторонний мир или наше будущее. Вот это слово «меньшее» в Царстве говорит о том, что там тоже будут и меньшие, и большие. Не у всех будет одно место. Не у всех будет одна и та же слава. Не у всех будет одна и та же награда по труду, по духовному возрасту и так далее. Будут меньше и будут больше. И это зависит от определений Божьих и от человека, от самого. Я часто знаю свидетельства, но, конечно, в Библии вы этого не найдете, и мы проповеди не строим на откровениях, но, тем не менее, мы берем это во внимание, что многие из христиан просто-напросто не попали на предназначенное им место. Могли бы быть на более высоком уровне, но только что-только вошли. То есть, не жили так, как могли бы жить и как Господь хотел. Шли вот ни шатко, ни валко, что убил да уехал. Как-нибудь попаду куда-нибудь. И вот так вот еле-еле вошли. Но многие, конечно, и не войдут. Поэтому надо знать все-таки, что у каждого из нас место, определенное Господом, есть, свое назначение. И от нас очень многое зависит. Как мы подойдемся шлифовке Божьей, как мы подчиняемся Господу. Но стоит другой вопрос. Больше и меньше. Вот тот человек, который на земле самый большой, и его познание, и его сила, его духовный потенциал оказывается гораздо меньше, чем того, кто перешел в вечность уже. Вы поняли мою мысль? Мы сегодня не знаем отчасти, да? Немножко заглядываем в духовный мир, как Господь нам позволяет. те же люди, которые умерли в Господе, перешли в тот мир, то то, о чем мы сегодня догадываемся, они видят своими глазами духовными. Они обладают всей той полнотой знания, которой нужно обладать. Возможность их способности гораздо выше, чем наши. Вот почему Христос и сказал, что меньше в Царстве Небесном, а в том потустороннем мире больше самого великого здесь на земле. Здесь мы подвержены слабостям различного рода, подвержены искушениям, подвержены соблазнам, там же у этого ничего нет. Там люди, прошедшие свой путь, возрушат определенного возраста духовного, и там они уже в диспетии полной безопасности о полном знании. Для них нет ничего неизвестного, из того, что надо знать. Для нас много такого есть на сегодняшний день. Хотелось бы знать, но не знаем. Потому Священное Писание здесь и говорит, что в Царстве Небесном самое меньше, это больше того, кто здесь самый великий. То есть вот наше положение, наш духовный потенциал, наш возраст, но не идет в сравнении с тем, которые там имеют жителей вечности. Одни же Яна крестители до ныне Царство Небесное с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон пророкли до Яна. Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. 12 стих Царство одни же Яна крестители до ныне Царство Небесное с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Какое усилие? Где? Вы знаете, что нужны усилия? Прежде всего, это в молитве. В молитве. Если есть усилие в молитве, чтобы молиться, тогда Бог даст победу и в жизни. Если нет победы в молитвенной жизни, не будет победы и в жизни. И здесь как раз то и нужны усилия. Потому что надо понимать, что в некоторую меру дьявол может нам противодействовать, мешать нам молиться. И вы это наблюдали в своей жизни не один раз. И я думаю, самый тяжелый труд это молитвенный. Вот на разбор просидим три часа и пойдем. Попробуйте помолиться три часа. Узнаете что-то такое. Три часа помолиться. И мысли, и желания самого различного рода, который именно выбивает вас с колеи, и много что другое в силе и во всех вопросах. чтобы сделать доброе, тоже надо проложить усилия, правда? И у нас в сердце очень много добрых желаний есть, но очень часто нет усилий, чтобы сделать то, что нам хочется. Согласитесь, что это так. А кто разумеет делать добро и не делать тому, что грех? Наверное, такого греха у нас много у всех. И у меня в том числе, да? кто разумеет делать добро и не делает тому грех. И вот как раз для того, чтобы это делать, нужны усилия. Потому что Божья благодать вступает в работу тогда, когда наши усилия уже бесчильны. Вы знаете, что Бог с нами сотрудничает, да? Он вместе с нами идет по жизни и помогает нам. А помогают кому? Кто сам что-то делает, да? Нельзя же помогать тому, кто не делает? Помогают тогда, когда надо немножко чуть-чуть поддержать. Эта помощь бывает очень существенная. С точки зрения Божьих усилий, то, наверное, его помощь во много раз больше, чем наши усилия. Но без нас Бог ничего делать не будет. Когда Он видит, что мы стараемся и делаем, я не хочу сбить вас с толку. Своими только стараниями мы ничего не сделаем и мы ничего не добьемся. Но когда мы это делаем, Бог видит наши желания и Он помогает нам. Он не будет все за нас делать. Есть наша часть, которую мы делаем, и есть его часть. Если мы делаем свою часть, нам предназначенную, Он делает свою. Вы поняли, что я вид рыч? То вы, я вам напоминаю другой текст, сегодня есть такое учение, что ничего не надо, не надо стараться, Бог нам все сделает сам. Но это учение противоречит Писанию. Петр говорит прямо и ясно. То вы, прилагая к чему все старание, не половину старания, не три четверти, а прилагая к чему все старание, покажите вашей вере. Добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, терпение и благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. Смотрите, прилагая к чему все старания ваши. Но теперь давайте посмотрим, сколько мы стараемся. Наверное, не всегда стараемся, да? Наверное. И вот поэтому и проблемы. Это мы часто говорим, что мы отдали все невозможно, а в самом деле это не так. Это не так. Ни усилия наши не положили настолько, насколько могли положить, ни стараний, ни в молитве старания. А если нет усилия в молитве, ничего не будет. И просто надо иметь трезвое понимание о молитве. мы, как правило, если нам трудно молиться, то мы встаем с колен и ждем другого времени, да? По какой причине может быть трудно молиться? Если мы во грехе, тоже будет трудно молиться. Значит, надо каяться. Но это не всегда так. И как пример молитва Христа, который никогда ни разу не согрешил. Но молиться было очень трудно. евроцарство Божие Царство Небесное до ныне с силой берется и употребляющие усилия восхищают его. Но не своей силой, а силой Божьей. Сколько уже прошло? Два часа прошло, да? Хорошо. Давайте отдохнем десять минут. Но должно пройти. То есть Иоанн Креститель как у Малахи было написано, что пройдет Иоанн Креститель перед Господом. Так вот Иоанн Креститель и был тот Илья. Но так, как Христа не приняли, он пришел к своим. Если бы израильтяне приняли Иисуса Христа, это было прежде царство на земле. Но так они его отвергли. Вот это обетование, которое Бог давал народу израильского, но отодвинулось, потому что Бог не может оказаться лжецом. И потом придет время, когда еще кто-то придет, в духе и силе Ильи. Здесь речь идет не о том, что тот самый Илья, а в духе и силе. в том же могуществе, с тем же характером и для произведения той же работы, для которой должен был Илья прийти. Но кто имеет уши слышать, да слышит. Здесь, конечно, скажем, у нас у всех есть уши, но иногда они бывают дыравые. В одно ухо улетает, в другое вылетает. То есть нет внутреннего уха, в котором это все удерживалось и отправлялось бы туда внутрь, наскажали сердце. Поэтому кто имеет уши слышать, да слышит. Мы часто говорим, когда про уши, про братьев, про сестер, вы это уже, наверное, знаете. Чем братья отличаются от сестер. Знаете, да? Ну, хорошо. Тогда не буду повторять. Ну, кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращают к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и в нем бес. Пришел сын человеческий, ест, пьет, и в то есть Христос назвал израильтян детьми. Вот когда мы читаем Писание, то есть положительные черты характера у детей. Когда Христос говорил, будьте как дети, но в данном случае дети отрицательное явление. Они подобны детям. Ну кого то дублю род сей. Какой род? Вот то поколение израильтян, которые жили во время первого происшествия, среди которых он ходил. И вот что Христос обнаружил. Он подобен детям, которые сидят на улице и обращают своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, вы не рыдали. То есть никакие миры не подходят. И так плохо, и так нехорошо. Никак нельзя уходить. Что имел ввиду Христос? Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Надо было, чтобы говорили, что смертой человек пошел в пустыню, питается скудно, а в такой силе, говорят, что в нем бес. Оказывается, и обьяне так говорили. Кто так говорил? Кому было неприятно то, что он говорил? Те, кого он обличал, и которые не хотели покаяться, они пытались его сделать виноватым, что он неправ. Как и мы часто делаем, все неправы, а я прав, да? Все не понимают, а я понимаю. Все не хорошие, а я один хороший, поэтому я в эту церковь не пойду, буду строить свою, потому что я хороший, а они все плохие. Пришел сын человеческий, и есть, и пьет, но надо сказать, что святой, да? Говорят опять, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарым и грешником, и это плохо. И как не подходи, и то плохо, и то плохо. Не есть, не подойдет, без в нем, есть и пьет, говорят, друг, мытарым и грешником, есть и пьет, а среднего не дано. Христос. Христос. Это о Христе написано. Он же был Бог, но он был во плоти, и он сам себя называл Сином Человеческим. Он ходил на земле у плоти человеческой, и родился так, как все люди, и говорит, муж скорбей, избедавшей болезни, и рос так, как все люди, единственное, что было, как у всех людей, не согрешил ни разу. Адак и плакал, и все, да было ему присуще. Но то не говорили, что пьет вино. И во-первых, Иисус был назарянен по имени города, где он жил. И да, и его служение было такое же высокое, как назарея. Но в самом деле он не назывался назареем, как по обету какому-то. Был, значит, служение назарея, особое служение. Люди давали обет, и в это время, в время обета не могли стричь волос своих, не ели, не пили вина, не ели виноградных ягод. Христос не был таким назареем. Он был гораздо на более высоком уровне, чем просто по плоти быть назареем. Он был внутренним содержанием и действительно Сын Божий во плоти человеческой. А? Но они говорили так. Они говорили так. И это не имелось ввиду, что пьет вино. А как сегодня понимают, пьют вино? Сегодня, когда пьет вино, это уже пьяница. Там было нормальное явление, когда они потребляют виноградный сок. пьяница. это не было тем пьянством, как сегодня понимается. Было нормальное. Помните, во время хлебопроломления проломил и раздал всем и участвовал. Поэтому с точки зрения пьет вино, Христос никогда пьяницей не был. Как сегодня понимаем мы. А люди говорили друг мытарам и грешникам. Хотя в самом деле он пришел спасти мытарей и грешников. И оправдана премудрость чадами ее. То есть те, которые приняли Христа, они его и понимают. Потому что Христос и был премудростью от Бога. Христос это было Слово Божие, Слово мудрости. И поэтому он и оправдывается верующими, неверующие Христа не оправдывают. Они просто не принимают и не понимают. А те, которые приняли его, они свою жизнь оправдывают, что он прав. То премудрость оправдана чадами премудрости. А другие не понимают этих вопросов. Тогда начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. О, горы тебе Харазин, горы тебе Вифсаида. Ибо если был Тир и Сидон явлены были силы явлены в вас, то давно бы они во вредище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидон отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не свергнися. Ибо если был в Содоме явлены были силы и явлены в тебе, то он оставался до сего дня. То есть Христос показал, что по сравнению с теми неневитянами, с теми людьми Тира и Сидона, Содома, эти люди были гораздо более жестокими, чем те. И Христос говорил, он мог сравнить тех людей и их. И он говорит так, если бы в Тире и Сидоне или в Ифсаиде или в Содоме были явлены силы, которые были явлены среди Израиля, исцеление, воскресение мертвых и так далее. Говорит, они бы покаялись. Им это было не дано. Им были посланы ангелы. И Бог не ходил среди них во плоти человеческой. Поэтому они вас будут судить. Вот то, о чем я вам говорил. они бы покаялись, если бы я столько дел делал. А вы нет. То есть вы оказались более недоступны. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе. То есть, о чем здесь идет речь. Что все будут судимы, но суд будет разным. И одним будет легче, другим будет тяжелее. То есть даже осужденные на вечную погибель будут терпеть мучения в соответствии со своими грехами. Тоже будет справедливость. Хотя я не хотел бы такой справедливости. Чтобы быть судимым хотя бы по своим собственным грехам. так что спасенные награды по справедливости. Погибшие наказания по справедливости. В то время продолжая речь Иисус сказал славлю тебе отче господи неба и земли что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл том младенцем и ей отче и вот так было твое благоволение. Все продано мне отцом моим и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет открыть. Вот тоже очень важный текст который открывает многое и о природе Божией и о том что мы можем знать о нем. И Христос прямо и я сказал что все предано мне отцом моим. Что значит все? И на земле и на небе и во всей вселенной. огромной непостижимой для нас и все это Христово все предано ему. И один из важных стихов и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет открыть. это говорит о том что Иисус Христос это единственный кто видел отца таким каким он есть. Никто не знает и ни один ангел не видел отца ни одно живое существо. Будете догматику проходить свое время вполне возможно об этом будете говорить но все творение иметь дело с Иисусом Христом. А Бог всегда остается за кадром. Бога никто никогда не видел и видеть не может. Уловили то что я говорю но тот кто видел сына видел и отца. Сын полное отражение отца. стопроцентное ни больше ни меньше. Потому что отец сам вложил себя полностью в свое слово. А это слово есть Иисус Христос. Еще раз подчеркиваю что Бога слово это личность Иисус Христос. У нас слово это звуки. И вот в этом у нас есть путаница. Но не то что путаница очень трудно понять вот это все. Почему я и отец одно? Вы помните Христос говорил? Я но то я отец этого отец уже два а он говорит одно потому что отец полностью вложил себя в сына. Это его слово. Я хочу чтобы вы это вложили в свое сердце. Потому Христос говорит что Бога никто никогда не видел и видеть не может. А я видел потому что я его сын я его слово. Я существовал в нем в недре отчим. Прежде чем сказать слово оно во мне есть. Правда? И когда я его сказал тогда вы имеете дело с ним. А до этого вы не знаете что у меня в сердце. Так вот Бога слово личность Бог не звуки не значки. личность равная ему. Вот почему никогда Иисус не может противоречить отцу своему. Потому что он есть его слово. И если я что-то помыслил и говорю слово то я именно добиваюсь того что я хочу. Уже насколько я это смогу потому что я есть я. Но мое слово делает то что я хочу. Оно не может мне противоречить. Уловили вот эту деталь. Хотя у Бога основа его света. То личность это не звуки. И вот в этом как раз у нас и трудности. И мы никогда не поймем Бога до конца. Это естественно. Потому что мы его творение. Мы его творение. И он спланировал как он с нами будет говорить. Как он нам будет открываться. Вот поэтому нам трудно видеть каким он есть. Я вам проводил пример не один раз. Когда допустим ученые где-то на экране локатора невидимые лучи ловят. Они знают. Но сам луч это какой-то отблеск на экране. Это разные вещи. Так и сегодня. Бог является для нас. Говорит к нам. И многие говорят видели видение Бога. Но видели так как можно воспринять нам людям. А такой какой он есть никто его никогда не видел и не может видеть. Есть вопросы пожалуйста. Потому что я взял этот текст скоб сколь здесь отмеченный. Но он очень важный для нас. Ну я уже не раз вам говорил Дух Святой это тоже личность это сила Божия. Но это не безликое что-то это личность опять-таки равная отцу и сыну. Дело в том что уже никто образа не знает какой он был. Никто если бы фотографии были или что-то сегодня смотрите сколько их рисуют и все они разные. И Христос сегодня совсем не такой какой его рисует. Как правило рисует такой красивый с нимбом красивый это однозначно. Когда Христос приходил на землю он всю человеческую красоту оставил. А весолом был красивый Давид тоже Адония тоже Саул тоже Иисус Иисус этого не взял. Он пришел взять не ростом ни красотой а благодатью. Это было единственное чем он пленял людей. Поэтому сегодня уже никто не знает каким он был. И если бы даже сегодня рисовали все на один манер но это было что-то правда подобное более. Сегодня посмотрите кто во что гораст так и рисует. Поэтому конечно же я понимаю что люди потеряли общение с Богом живое надо чем-то заменить. Надо чем-то заменить. И получается заменили картиной просто. Просто картиной. Какими они нам представляются. Мне тоже приходилось видеть я тоже ангела. Но другой раз когда я уже просто приведу как пример ангелы тоже являются нам так как мы можем их воспринять. Но в самом деле они не такие. Помню в свое время это было уже очень давно когда я не помню какая была проблема какая нужда однажды помню я лег отдыхать и вдруг такой свет сильный очень свет его невозможно переносить по-человечески. Я просто закрыл лицо вот так вот руками а он струится без всяких помех я говорю господи что-то такое господи это вот ангел той и той сестры называет ее который ее хранит и учит это невыношимый свет и после когда уже для того чтобы увидеть его рост то бог показал его рост его голова касается горизонта одной стороны а ноги на другой через весь небосвод столько сил энергии в нем заключено таким языком символическим опять я говорю нам и являются с крыльями если вы станете читать языки там шестикрылые серафимы помните и там вы вообще не разберетесь там свет среди огня колесо колесе значит несколько лиц каждый идет в разные стороны а все вместе идут в одну сторону вы там не разберетесь он видел херувима это были ангелы поэтому сегодня вот все то что мы видим и как бог с нами говорит так как мы можем воспринять по сравнению или в сравнении с нашим земным и вот он правильно говорит но такой какой он есть никто и никогда не видел и видеть не может и библия говорит прямо если бы ты сошел земля бы растаяла и это так я однажды пережил тоже в своей жизни потому если что-то говорю то говорю но не просто так уж с тихот а со своего опыта когда однажды господь подошел и стал рядом это было немножко такое время когда еще не уснул но уже не бодрствуешь а я еще просил господи приди ко мне и когда он подошел то я почувствовал что я гибну вот как сахар тает в воде так я почувствовал что исчезаю это не больно было это не страшно но я понимал что я исчезаю просто таю господи скорее тай потому что я исчезаю и он раз раз и нету после стало обидно просил приди и когда пришел я не могу существовать когда он рядом и потом правильно написано что если бы ты сошел земля бы растаяла это трудно воспринять это надо прочувствовать есть некоторые вещи которые словами не передашь потому что то что мы говорим это очень условно я тоже об этом вам не раз говорил вы сегодня пойдете домой и будете рассуждать как вам было на разборе хорошо ли плохо ли но это будет значит лишь на ваше восприятие а для меня хорошо и плохо совсем другие стандарты это все условно и только тот понимает кто получает вы помните такое выражение священное писание этого никто не знает кроме того кто получает что все даже земное мы передаем друг другу в связи со своим восприятием с нашими стандартами и вполне возможно вам было очень хорошо а другому очень плохо то что вам казалось хорошо все проходит через нас и как мы воспринимаем это наше восприятие а другая совсем по-другому воспринимет и 28 стих считаю очень интересный придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас возьмите иго мою на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирон с сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко это призыв Христа ко всем без исключения придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас но мы пришли ко Христу пришли а спокойные мы спокойные хорошо это исключительные люди обычно неспокойное время живем и не очень то спокойные наверное все таки не совсем спокойные есть проблемы есть волнение есть трудности да есть уверенность во спасении однозначно что когда мы смотрим будущее оно для нас не туманное мы знаем куда идем это да но что я успокою вас сколько раз вас приходится успокаивать на день скажите по многу наверное не один раз кого успокаивать плачет кого успокаивать бунтуется но Христос сказал когда вы ко мне придете я вас успокою но у нас часто не бывает покоя значит что Христос сказал неправду никак он нас не может успокоить все дело вот заключается в чем возьмите иго мое на себя если вы пришли и не взяли иго на себя и не научились от него никакого покоя не будет что такое иго я помню где-то смотрел это как упраж который управляют есть бремя поклажа это другое совсем а вот иго управление если станете под водительством Божие будете послушны слову это первое условие тогда я буду иметь возможность вас успокоить второе научитесь от меня ибо я кроток и смирон сердцем и тогда найдете покой душам вашим но если пришли а живете так что хочу то и ворочу ничего этого не будет ничего этого не будет вы уловили саму связь между призывом Христа я еще раз вам прочитаю чтобы хорошенько в сердце врызлась придите ко мне все труждающиеся то есть без разбора хорошие люди или плохие образованные или необразованные все были вы на вершине славы или были потоптаны совсем не в этом дело придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас это обетование Божие но как это будет происходить это не просто пришли щели и все возьмите иго мое на себя это первое согласитесь исполнять волю Божию согласитесь жить под контролем Слова Божия и научитесь от меня ибо кроток то есть ласковый наверное это не полный эквивалент кроткий но ничто есть ласковый и смирен сердцем смирение самое главное в жизни что такое смирение не все сегодня имеют трезвое понимание что такое смиренный я навсегда запомнил когда мне один брат еще очень давно написал письмо и положил его в лодовьящик где я жил написал ты брат Николай не смиренный когда ты выходишь за кафе начинаешь говорить не только ты говоришь шкура на тебе говорить у тебя смирения никакого нет смирение это не значит говорить вот так вот спать это не значит кричать смиренный человек который смирился с той обстановкой которую Бог поставил и доволен благодарить Бога не смиренный бунтуется что-то для меня сделал зачем это мне надо разве я хуже чем другие люди ты меня не любишь и так далее я не хочу так я пойду вот так не смирился с той обстановкой которую Бог поставил есть нет лица нашего зависит ни от нашего поведения за кафедрой дело не в этом и поэтому и если вот этого не будет значит не будет и покоя душам какой покой душе если я возмущаюсь недоволен тем что Бог для меня делает какой может быть покой вы уловили вот эту мысль придите я вас успокою но вы должны мне подчиняться но как же я вас буду успокаивать когда вы бунтуете все время и то не так и то не так и пастор не такой и декана не такие и сам не такой и женка не такая и вообще ничего хорошего нет ну конечно человек который совершенно отсутствует смирение но я бы не хотел чтобы вы спутали смирение с обреченностью какой-то когда грех давит а вы опустили руки будет что будет это не смирение это раздавленный человек это человек с рассерзанной силой воли это не одно и то же и часто из-за сущего смирения у нас не бывает успеха в христианской жизни а смирение это одна из главных черт характера которых Бог будет вырабатывать если его нет кого Господь вознес написано вознес смиренных помните призрел на Марию на какую черту характера призрел Господь Мария говорила призрел на смирение рабы своей на смирение в чем оно заключалось действительно это было не так просто смириться с тем что Бог определил вот ты зашнешь и родишь сына на родившем имя Иисус наворот ангелу а Господи как это будет я мужа не знаю Дух Святой найдет на тебя силы Всевышнего синить тебя и так далее и так далее да будет мне послов пойму вы знаете что это означало в еврейском народе если девушка была беременна не был мужей побивали камнями или сжигали разговор был короткий по закону чтобы блуд не распространялся очень суровый закон был Моисею и для того чтобы воспринять эту весть и чтобы Иисус надо было смириться Господи раз ты сказал пусть будет так и вы знаете что пришло время когда Иосиф узнал что она беременная хотел отпустить ее ангел явился и сказал не бойся Иосиф сын Давидов принять жену свою Марию ибо родившись от Духа Святого и так далее опять смирение кто хочет брать беременную жену наверное никто не захотел поэтому смирение это такая важная черта характера и отсутствие смирения мешает делать работу Божию вы помните Иону которому Бог сказал иди в Ниневию город великий там проповедуй вы думаете он пошел он не мог смириться и он объяснил почему он дал ответ почти с весом когда не тянет стали молиться и Бог пошадил Ниневию Иона сказал я знал что ты так сделаешь потому я и не ушел я буду ходить и говорить что 40 дней Ниневия быстро разрушила они покаются ты простишь а мне тогда что делать и он не мог смириться с тем что он оказывается обманщиком вы поняли в чем дело было он не мог перенести того что может такое случиться сказал не пойду и говорить не буду хотя в этих случаях когда Бог изрекает суд а человек кается Бог отменяет довольно часто это надо знать вы помните местописание когда Господь Шизайю сказал Езекии сделай завещание для дома ты умрешь и не выздоровеешь он стал молиться плакать и тот же самый Исаия идет и говорит ему Господь себе добавил 15 я коротенько не говорю поэтому для того чтобы пойти и говорить где-то что-то надо смириться ну чтоб сегодня сказали кому-то из вас иди проповедовать в горы исполком ну представьте себе Бог сказал иди в горы исполком и проповедуй там чтоб туда пойти надо было смириться потому что последствия могут быть непредсказуемы в наше время ну не так страшно но в прошлое время уже могли бы не прийти оттуда и для того чтобы исполнить волю уже надо смириться ну что ж раз ты сказал так пойду а что будет дальше не знаю но пойду когда нет смирения человек этого не может сделать и вот здесь когда Господь обещал покой обещал мир но сразу предупредил возьмите игумы на себя первое научитесь от меня чему научитесь кротости смирению и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко то есть управление человеком это счастье большое а ту нагрузку которую Бог дает он сам ее несет мы только немножко ее несем бремя мое легко если мы смирены и преданы если нет тогда тяжко это однозначно если нет вот этих качеств несмирения очень тяжело и в некоторых случаях для многих из нас это невозможно двенадцатая глава в то время проходил Иисус субботу с защитными полями ученики же взолкали и начали срывать колосси и есть фарыщей увидевший его сказали ему вот ученики твои делают чего не должно делать субботу он же сказал им разве вы не читали что сделал Давид когда взолкал сам и бывшие с ним как он вошел в дом божий и ел хлебы предложения которых не должно было есть ни ему ни бывшим с ним а только одним священником или не читали вы в законе что в субботу священники в храме нарушают субботу однако невиновны вот смотрите насколько было трудно исполнить закон Моисеев исполнить субботу говорит священники в храме в субботу нарушают субботу и однако невиновны то есть они ходили они зажигали что-то они что-то делали человеку невозможно было исполнить субботу и не читали ли вы в законе что в субботу священники в храме нарушают субботу вот почему закон Моисеев никто не мог исполнить исполнил Иисус Христос впоследствии но мы об этом много говорили не один раз и наверное я сегодня повторяться уже не буду о законе Моисеев о субботе и так далее но говорю вам что здесь тот кто больше храма если бы вы знали что значит милости хочу а не жертвы то не судили бы невиновных ибо сын человеческий есть господин из субботы и отошед оттуда вошел он в синагогу и вот там был человек имеющий сухую руку и спросили Иисуса чтобы винить его можно ли исцелять субботы он же сказал им кто из вас имея одну овцу если она в субботу пойдет в яму не возьмет и не вытащит то есть когда Господь дал Моисе и народ в субботу то сделал некоторые исключения что если скот или была какая-то беда или бедствие какое-то то даже в субботу люди имели право совершать то или другое действие то есть были сделаны исключения если вол упадет или овца или еще что-то значит в субботу можешь делать и вытащить сколько же лучше человек овцы и так можно в субботы делать добро фаршей они настолько держали строго они ничего не признавали хотя в самом деле они тоже не могли исполнить субботу для того чтобы исполнить так чтобы Бог был доволен нужно было исполнить наружно и внутренне то есть быть в покое внутреннем чего конечно человек сделать не мог не мог просто сделать это приходили мысли приходили смышления самого различного рода больные люди были вот в данном случае человек с больной рукой иссохшей и он просто-напросто не мог быть спокоен нет того что рука больная нет того что Христос рядом как можно быть спокойным когда рядом тот кто может исцелить а сегодня суббота поэтому Христос был господин субботы как создавший ее установивший ее и как творящий субботу потому что суббота есть покой на русском переводится шабот на еврейском на русский покой и поэтому он творил субботу захотели есть срывайте кушайте чтобы были спокойны больная рука исцеляет руку чтобы человек был спокоен это был господин субботы тогда говорит человеку протяни руку твою и он протянул и стала она здорова как другая фаришей же вышедшие имели совещание против него как бы погубить его но Иисус узнал удалился оттуда то есть было не время еще и вот вы найдете не один случай в священном писании когда делали заговоры когда собирались убить однажды его на вершину горы привели чтобы сбросить но он просто удалился и ушел оттуда не было дано на это право так что и в случае каждого из нас если мы ходим перед Господом если исполняем волю его то ничего с нами никто не сделает до тех пор покуда Господь не допустит покуда Господь не сделает решение испытать нас или допустит никто ничего не сделает хотя дьявол имеет право пугать и мы часто смущаемся не столько от того что он сделает сколько от страха и вы согласитесь тревоги за будущее страхи самого грозичного рода и вы прожили свою жизнь если вы вспомните сколько было страхов и сколько было действительно прикосновений то очень много из того что вы боясь не пришло в вашу жизнь но нервы потрапало страхи слухи и так далее почему просто не могли довериться Богу не могли поверить в то что без боли Божьей и волос с головы не упадет вот проверьте каждую свою жизнь вспомните ваши трудные времена вспомните ваши переживания и вы отметите что процентов 50 даже больше то что вы боялись оно совсем не пришло потому что дьявол очень часто терзает нас страхами он нам рисует картины страшные он нам говорит очень много на будущее у тебя будет так у тебя будет так 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 а в самом деле ничего этого и нет поэтому очень важно иметь твердое упование на Господа и верить что без воли Божьей и волос с головой не упадет а если уже Бог определил испытать то никуда не денетесь там где будете убегать там и попадетесь это уже тоже испытано и проверено не один раз потому что наше не избежим конечно я не имею ввиду что мы должны так сказать безответственно относиться к своей жизни мы очень часто терпим от того что делаем не то что надо поэтому я на этот фактор обращаю внимание я имею ввиду тех людей которые стоят на пути спасения твердо которые не делают опрометчивых поступков которые спокойно и следуя Писание живут по слову а те которые непредсказуемые люди сегодня одно завтра другое конечно но это уже не будет Божьим определением это будет результат нашей собственной жизни последствия наших поступков которые очень часто остаются наверное на всю жизнь некоторые и посчитывал за ним множество народа и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем дас будет реченное через пророка Исаию который говорит че отрак мой который я избрал возлюбленный мой которым благоволит душа моя положу дух мой на него и возвестит народом суд не воспрекословит не его запиет и никто не услышит на улицах голоса его трости надломанной не переломит и льна кураж не угасит доколе не доставит суду победы и на имя его будут уповать народы конечно это пророчество о христе и вот здесь что надо подметить запретил объявлять то есть никогда сам себя не рекламировал никогда не просил создавать ему авторитет если господь что-то делал делал во имя бога если кому-то что-то приказывал иди расскажи что сотворил с тобою господь то есть исполнилось пророчество что никогда себя рекламировать не будет ни кричать не будет ни шуметь не будет и так далее и вот характерная черта поведения Иисуса Христа льна куражчивающая трость надломленная не переломит и льна куражчивающая не угасит речь идет конечно не о палках чтобы ломать через колено а о людях которые похожи на трость надломленную и мы иногда не можем понять бога почему он такому человеку который вообще-то его трудно назвать верующим и он часто говорит такие ласковые ободрающие слова а другому который вроде бы и стоит иногда скажет такую резку остановись если не покаешься плохо будет почему и часто склонны считать что не бог говорил дело в том что есть наглец а есть трость надломленная вы поняли разницу есть надломленная трость которому не надо много говорить не надо напоминать ему о грехах он их сам все знает просто не может нести их потому господь надо поддерживать чтобы укропить чтобы последствия его освободить а когда книжки с фарсиями знали что делать то грабы вы окрашены вроде бы для Иисуса это было не присуще так говорить как грабы окрашены которые снаружи кажутся людьми праведными а внутри полны всякой мерзости и костей или жми поражение ехиднины кто вам нужил бежать от будущего гнева то Иисус Христос вешки называл своими именами трость надломленная не переломит а наглеца поставить на место назовет вешки своим именем хочешь принимай хочешь не принимай как хочешь это уже твоя проблема и твой вопрос такой образ действия Иисуса Христа был и если он действительно уезжал бич и начал возгонять из храма то наверное другого пути не было больше эти люди переступили всякую меру все границы и просто так просто они были недоступны и Бог это очень хорошо знает и в настоящее время но и действует так как считает нужным по правилам по правилам тогда привели к нему я уже больше не буду останавливаться на этом тексте тогда привели к нему бесноватого шляпого и немого и исцелил его так что шляпый немой стал говорить и видеть смотрите это особая болезнь шляпой и немой это лишен самых главных чувств через которые мы с его не имеем общение с внешним миром глаза и речь и такие люди я уже вам напоминал они есть довольно разумные люди и общение с ними происходит через прикосновение к определенным частям тела их и когда даже кандидаты наук медицинских из них есть это наверное самые обделенные люди если только допустим глаз нет ну то есть уста можно поговорить или допустим глухонемой и есть глаза а здесь и глаз нету и речи нету естественно и слуха нет а глухонемой это лишен самых главных каналов через которые происходит общение нашего духа с внешним миром и причиной была одержимость демон бес это было нефизическое повреждение я еще раз читаю тогда привели к нему бесноватого вот само слово бесноватый говорит о том что то люди этот человек был одержим именно дух этот сделал то что он был лишен всяких средств общения вот таких естеств которые мы пользуемся слепого и немого истил его так что слепой и немой стал говорить и видеть то и Бог ему вернул через то что изгнал демона способность иметь человеческое общение с внешним миром и удивился весь народ и говорил не сей ли Христос сын Давида фарисей же услышавшись сказали он изгоняет бесов не иначе как силы Бельзевула князя бесовского то есть ради кормушки которую они имели ради положения общества они готовы были топтаться по всех вы помните такое выражение такой из-за кусок хлеба сделает неправду это наверное больной вопрос нашего времени и в прошлые времена и в настоящее время не все люди были такими безбожниками которым они себя показывали знали хорошо и рассуждали здраво но из-за кусок хлеба не могли говорить правду но Иисус зная помышление сказал им всякое царство разделившееся само в себе опустеет и всякий город или дом разделившееся сам себе не устоит если сатана сатану изгоняет то он разделился сам с собою как же устоит царство его и если я силы вельзевула изгоняю бесов то сыновые ваши силы изгоняют почему они будут вам судьями если же я духом божиим изгоняю бесов то конечно достигло до вас царствие божие один из элементов царствие божие здравое понимание что сатана не может изгонять сатану если мы понимаем что только дух изгоняет демонов то уже есть частичка здравого понимания частичка царства божие в нас и если же я духом божиим изгоняю бесов то конечно достигло до вас царствие божие тоже такой интересный вопрос интересный стих интересный текст писания почему достигло до вас царствие божие потому что эту истину вложил дух святой а раз дух святой достиг сердца то уже частичку небесного царства укладывает если ты понял что только дух святой изгоняет демонов и что сатана сатану не будет изгонять конечно для нас сегодня говорить об этом наверное не стоит но стоит говорить для тех кто брошатся к чародеям и думают что они лечат вот для таких людей надо говорить одни и другие действуют силы дьявола я помню когда-то еще в Москве когда я был в новой церкви там была суламита и там один электрик был это магистр белой и черной магии какая-то степень у него было где-то учился ну и нам приходилось с ним говорить иногда но я его спрашиваю ну скажи вот белая и черная магия это одна силы нет конечно это одна конечно одна не изгоняют они они обманывают они обманывают демон старший по званию запрещает младшему чтобы тот не воспроизводил боль или допустим еще что-то но они остаются в человеке а если демон остается в человеке то душа добыча демона добыча ада и потому они вот те люди которые обращаются к чародеям они просто за так сказать за то что болезнь не мучает они продают свою душу и как правило последствия когда они каются начинается война за них я уже на своей практике испытал не один уже прошел за то время я уже вам наверное рассказывал когда это такой пример очень яркий был я говорю на тему что сатана никогда не изгоняет сатану я вам приведу два примера вы помните такой пример значит когда однажды в электричке одна из сестер беседовала с другой сестрой это было в прессе даже может быть даже читали голова болела очень часто связывается с головными болями и когда они стали беседовать выяснилось что она едет от чародея он ей вложил записочку в волосы и сказал носи постоянно если не будешь ее носить то значит болеть голова она для того чтобы разоблачить она просто вытащила эту записку и там была записка значит не производи головной боли душа после смерти будет твоя она должна была носить поэтому здесь просто обман самый натуральный обман недавно недели полторы назад приезжала одна сестра сюда она не с нашей местности тоже там была своя проблема была свои вопросы были у нее но где-то наверное часа четыре мы молились вместе с ней там была целая война ну и после когда дал приказ выйди вон я еще не рассказываю он говорит я не выйду я ее купил она моя выйди вон во имя Иисуса я сказал я ее купил она моя я не выйду я буду ее мучить я буду жить что казалось казалось что ее родители были потомственные чародеи порода вот эта передавалась им вот это врачевание и у них стали умирать дети в этой семье и они значит будучи сами чародеями куда-то еще к кому-то обращались и они для того чтобы не умирали дети у них есть свои законы свои правила как они предают дьяволу они ее предали сатане и вот покуда она не покаялась ну жизнь была конечно она рассказывала сломанная вся нигде не было успеха ни в чем но но когда она пришла там другие правила она не знала даже это она не думала что это так серьезно только другая сестра которая была рада она вот так за голову держалась она не знала что А если что-то и делает, характер портится, ломается психика, говорит, стал неузнаваемым, болезней нет, но, говорит, зато невыносимый характер. И помню, я был в этом, я еще перескажу еще один пример, в Гродненской области, там тоже один был разговор, когда один, значит, человек, жена верующая, а муж не верующий, мы рассказали, как ему один дед заговорил зубы, я вам уже рассказывал, зуб заболел, скажет, нету один братишки, дедушки, там он заговорит, не будет болеть зубы, и он показывает зубы, его весь верхний рад, все выкричились наполовину, и ни один не болит. Вот это такая услуга медвежья, как мы сегодня называем, заговорил, выпадают зубы крошатся, и не болят. Поэтому лучше уже, если нету веры, идти к врачам, рвать эти зубы, медикаментами лечиться, чем идти туда. Это совать свою голову, дьяволу пасть. Поэтому лучше помирать, чем идти к ним. Сатана сатану никогда не изгоняет. 29 стих. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить и вешать его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. То есть на силу нужна сила. На силу нужна сила. Потом тоже самое одержимое, демоны, они бывают разные по рангу. Если они сильнее, чем, допустим, мы, я и так далее. Если, допустим, я не готов, не молился, молитв без постов, либо тогда ничего не получится. Он даже может не открыться. Они открываются только тогда, когда есть сила Божия. Так просто они себя не выдают. И поэтому Библия говорит прямо и ясно, что сей рот изгоняется только молитвой и постом. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот растащает. Это то, о чем мы говорили. Почему говорю вам, всякий грех и хула просится человеком, а хула на духа не просится человеком? Если кто скажет слово на сына человеческого, просится ему. Если же кто скажет на духа святого, не просится ему ни в всем веке, ни в будущем. Мы об этом тоже рассуждали уже. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Поражены Ехинины. Как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Так что сегодня всякий из нас, и я в том числе, анализируя то, что мы говорим, можем сделать вывод, кто мы есть. Если я что-то говорю, вы не знаете, как я говорю, со злом ли я или с чем-то. Просто говорю. Но вы-то сами знаете. Какая у вас интонация? Что вы туда вкладываете? От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И вот теперь можете судить, какое у вас сокровище внутри. Каждый о себе. Я о вас не могу судить, вы о мне тоже. Мы иногда бываем очень хорошими артистами. Но уже сам лично для себя можете делать определенный вывод, что у вас за сокровище внутри. Что такое сокровище? То, что сокрыто. То, что никто не видит. И оно обнаруживается потому, что мы говорим. Когда говорим и как говорим. Потому что от избытка сердца говорят уста. Так что неправда, что мы не знаем сами себя. Все хорошо знаем. А если не знаем, просто не хотим знать. Или невыгодно знать. Это другой вопрос. Но по нашему поведению, по нашим рычам, мы хорошо понимаем, кто мы есть. Для другого мы можем не открываться, а сами должны хорошо себя оценить. Добрый человек из доброго сокровища. И не может быть по-другому. Если доброе сокровище, то зло не выйдет. А если злое сокровище, то доброе не выйдет. Что есть, то и выходит. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Смотрите, какой вес имеет слово в нашей жизни. За всякое праздное слово. Наверное, мы об этом... Что такое праздное слово? Это не гнилое. Это не значит, что он нецензурное какое-то. Это просто можно было помолчать, а он щел, и рот не закрывается. Говоры для того, чтобы говорить. Что такое праздное? У праздники мы ничего не делаем. Праздное. И такие люди очень в почете. Говорят, что за человеком сидит и молчит, то то ли дело, как начало строкотать, как с пулемета. Не знаю, что это веселый человек. Вот это да. А иногда надо было бы помолчать. Не всегда надо говорить. Для чего нам дана речь? Библия об этом говорит. Кто напомнит текст Писания? Для чего нам слово дано? Говорит, только пусть исходит из вас. Четвертая голова, постанек и фещанам. Добрая для назидания у веры. Согласитесь, что в процентном отношении для назидания у веры за день мы мало говорим. Вы поняли, о чем я веду речь? Все остальное – житейские проблемы. И это надо. Я не говорю, что не надо. Мы работаем, мы что-то говорим. Но я понимаю и говорю много того, что можно было бы вообще не говорить. А за всякое праздное слово, что человек даст ответ в день суда. Довольно трудное положение человека. Праздное, не просто плохое, не просто злое. А просто он говорил, чтобы говорить. И придется отчитываться. Потому что это сила, это энергия. И мы ее тратим не туда, куда надо. И вы знаете, говорить тоже иногда бывает трудно. Я как поговорю, три часа иногда вот и здесь болит. Я уже стараюсь не кричать громко. А так, если немножко с энергией, то и почувствуешь. Тогда Николай Семенович сказал, если уже о знамениях, я уже сегодня говорить не буду. Уже десять часов. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok